В приют «Наш дом» родячих собак привозят в течение трех часов после поимки. Пока животные еще под действием наркоза, их помещают в карантин. У нас находится 35 индивидуальных вольеров. Здесь отопление, свет, питание и уход собаки получают в течение времени своего карантинирования и проведения в порядок. Животных обрабатывают от паразитов, вакцинируют и серилизуют. После, в течение 21 дня, они восстанавливаются и набираются сил. Мы стараемся с ними максимально много общаться, чтобы понять, к какому типу собака относится. Опасна ли она, безопасна ли она, хочет она общения с человеком или же она не приспособлена к проживанию рядом с человеком. И от этого уже принимается решение. Собака возвращается обратно в место обитания, либо же собаки будут искать дом. Приют сотрудничает с городской службой от лова бродячих животных три года. Но, несмотря на все совместные усилия, собак на улице меньше не становится. Полина уверена, все дело в безответственности владельцев. К нам часто попадают животные с ошейниками. Люди не соблюдают правил. Люди выпускают своих собак на свободный выгул. Люди теряют и не ищут своих животных. Очень безответственно к этому относятся. И большинство притока животных на данный момент мы получаем именно от каких-то домашних собак, от собак, которых берут на стройки. Не досмотрели люди и за этой собакой. В наш дом дворняга поступила не одна. Эта собачка проживает на территории ГСК. К сожалению, не озаботились стерилизацией в период, когда можно было еще успеть стерилизовать мамочку. Поэтому родились вот такие пять колобочков. Как только щенки перестанут требовать молоко, их мама вернется на прежнее место жительства. Малыши останутся в приюте. Волонтеры постараются найти для них любящий дом. А если этого не произойдет, собаки будут вынуждены коротать свой невеликий по человеческим меркам век за решеткой вольеров. Наталья Жмухметова, Виктор Щелков, Урал-1.